Захвачено. Он легко подойдет к себе на людьми. Дамы сидят и... Я прислушиваюсь, товарно захвачено. Неприличными вставками. Или тем, что он рассказывает. Мужчины. Бардон захвачено. Захвачены неприличными вставками и ожидают в основном их. Девушки сидят и... Внимают. Восторженно внимают. Ладно. Он кидать в волю, нет? Нет, он ничего к нам не пытается делать. Подожди, а фасинет? Еще нет. Ага, ладно. Если что, он рассказывает на 58. Выступление. Идь. Нет, ну отлично, хорошо. Он красиво рассказывает. Подогревайте на людьми. О, пока все. Везем заказывать еду, выпив кучу. Дай, дай, дай послушать. Ой, 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 как романтично. Или о чем он там? А, ладно, короче. О, 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 все. Мне что захотелось... Стэка с кровью. Драконьей. Возможно, не знаю. Таверничек не особо сейчас готов вас обслуживать. Он недовольно на вас отвлекается. Его интересует Барт больше, чем вы. Но так выйти, это все-таки его долг, это все-таки деньги. Чувак, мой дюкмисал. Ты видишь, что у меня? Мой дюкмисал, если что. Он все-таки обращает на вас внимание, потому что вы все-таки креды, вы все-таки деньги. У него все-таки рефлексы. Мы все-таки недавно у него там не прибили какого-то говнюка. Да, кстати. У него рефлексы уже на вас. Но... Вдруг хватит, ну, вдруг сегодня этим говняком... А какой рефлекс? Сбежать в угол? Нет. Не злиться. Но там официантки на вас совсем не легают. Нет, во сколько вон отмахивается. Там как раз самый тесный момент, где он бросает ее, идя в подземелье, чтобы... Спасти ее двоюродную тетю, которым там схватили дроу. В общем, трогательный момент, мягкие намеки на то, что последняя ночь у нее была весьма бурной. В общем, от нас... Слушай, у меня такая соблазнность, как ставить на себя хейст. Мой фокс где-нибудь сидит вот так вот, говорит, боже мой. Это вот, если вспомнить фильм такой был, человек с бульвара Капуцинов. Я им, о высоком, об искусстве, там, о романтике, а они, вот этому вот, неблагодарные сволочи. Я их познакомил с магией бардов, а они продались какому-то пошляку. Слушай, знаешь, мне хочется было бы повезти. Как вообще? Стаставать на его люднюю Blacklight. Ну что делать? Просто так. Он погрузится в темноту. Ну, это очень романтично. Ну да. Что это такие добрые-то? 30 футов радиусом. Ладно, не буду. Потому что мы пожирать пришли, а тут... Ну, в общем, постепенно... Не обслуживают. Подходя к... К счастливому пеналу всех убили, он заканчивает. Слава богу. Товарищи, вина, наконец. Живых не жди и еды. Не волю, летят монетки. Тяжелые? Он шляп, нет. Он шляп, нет. Метка. Слушай, у меня есть соблазн, который... Разработает заклинание, которое превращает летающую монету в лезвие. В лезвие. Тонкие, тонкие, заточенные лезвия. Нет, ладно, просто в Magic Missile. Я шляп, не добрый. А что? Я неправильно, я не знаю. Меня не обслужили, я недовольный. Меня фокус разочарован. В этом мире. И в людях. И в бардах. Нет, в бардах. Ну, я, если хорошо брошу, полтинник я сделаю. Что? Ну, значит, он больше ничего не умеет. Я даже догадываюсь, что у него на поясе, что у него на голове, и что у него... У меня был когда-то бард, у которого без броска было 50. Ну, он вообще почти не умеет, на харизму. Сколько? Четыре. Цуть-цуть. Ну, больше же ничего нет. Четыре, на четвертых харизмах вообще не о чем. Тякс. Он урод. Вы слушаете. Не, на самом деле, с исключением разбора сторонщиков, которые там не хотят, я бы, наверное, где-нибудь в углу сел, тоже попытался что-то такое наиграть. То есть так. Не мешая ему. Ах ты, сволочь, я сейчас спою песню о кровавой беде, которую всех захватит. Нет, я спою песню о маленьком, о многом кровавом любителе бога войны, которого звали этот самый Джек Рогач. Он наверняка, он этой баллады еще не знает. Эта баллада приснилась мне во сне, она немножко о будущем. О будущем. У вас такие обслужили. Вар в какой-то момент перестает сам. Да, и говорит, начинает слушать фокса. Нет, я так... Ну, интересно. Он этой баллады не слышал. А я вон фокс не прыгаю, он просто сидит тихонечко и выбирает. Петь не. Почему? Не хочу. Ты знаешь, такое вот странное ощущение потом будет дежавю, когда Майки Хаффинг, которого звали тогда еще не Джек, он услышит эту балладу где-нибудь. И у него была такая картина. Он такой на горе из трупов стоит, с ножами с них стекает кровь. Вот так вот Джек стал рогачом. Да. Такс, когда он где-то, ну, в итоге кто-то нашептывает про партию великих приключенцев, которые только же кого-то убивали, которые творили трэш. Не убивали. Мы не творили трэш. Он терпой. На пас. Скорее всего, начинает... Глупец. С невидимой Пикси. Не, Пикси видимая. Пикси... Пикси... Заслушалась Пикси, это, внимает. Эй, Пикси видимая. И Пикси, наверное, есть. Я к вам вечеру вас грею. Не, Пикси, наверное, еще нет как раз-таки. Она реально заслушалась. Здравствуйте. Как вы чудесно рассказываете. Какая романтичная история. Фу, си... Романтика? Это была романтика? Ну, вы же понимаете, что хороший министрейн должен соответствовать запросам и угадывать настроение толпы. Это одно из талантов. Угадывать настроение и желание толпы. Это называется попса. Толпа называется серая масса. И то, что ты делаешь, называется ширпотреб. Все. Молча про себя в голове сказал Фокс, но... Я бы снова с тобой послушал ваши впечатления. Не ври мне. С чего вы решили, что я говорю? Человек... Или вы не человек. Я не знаю, кем вы себя считаете. У вашего народа странное представление о себе и своем происхождении. Так вот. Человек, взывающий настолько низменным инстинктом жалких людишек, потакая их самым темным сторонам их страстной души и натуры, вряд ли понимает ценность искусства. Слушай, подожди, подожди, подожди. Любовь – это низменные чувства. Любовь – это любовь. Птички, бабочки, котята. Вот то, что ты там про медведя и сеновала навевал, это я отрядываюсь в него и это очень популярно для них. Определите максимальный уровень знаменаний. Без медведя и сеновала от великой медведей 18 против 5 против всего кастерналов. Без медведя и сеновала он погиб. Погиб. Без медведя на сеновале? Без сеновала, бабочек, цветочков и но я же вижу в тебе настоящего умельца в этом искусстве. Ты настоящий поэт, настоящий музыкант. Ты творец, а ты размениваешь свой талант, дар, данный тебе богом на медведя и сеновалы. Что с тобой не так? Ну, бог медведя и сеновала. Ладно. Витана, 18 плюс 5 плюс его кастер-левел. Успех нет? Чего ты хочешь? ДЦ 5 плюс его кастер-левел. Мой бросок 18. Успешен? Нет. Чего ты хочешь? Я хочу узнать, какой у него максимальный уровень заклинаний. У него не может быть большой уровень заклинаний. Он барр. У него 6 уровень заклинаний. Это понятно, но я хочу узнать максимальный. Кастер-левел плюс 5. Это максимальный слот? Нет, это максимальный уровень его кастер-левел. Его кастер-левел. Окей, 18 знаешь. Какой у него максимальный уровень заклинаний? 6. Я об этом сказал без твоего вопроса. Нет, барр. Он может кастовать заклинания 6 уровня. Все понятно. Барт, который может кастовать... Барт, который с восьмеркой на кубике делает 58, вряд ли кастует заклинания 3 уровня. Ну, мало ли. 6 уровня. Что, 18 уровня? А, подожди. Ну, может, не 18, а 17. Нет, не может быть 17. Ладно, можно. 16, если ничего не напутал. 16. Он 16. Хорошо, но какого черта он хочет с нас тогда? Подолкать. Не, ну, ладно, я с ним собирать болтать. Чем мне говорить слегкомысленным существом, который не понимает ничего в материи мать? Ты представляешь, как ты сейчас опустил Фокса? Нет, Фокс нормальный чувак. С говном смешал просто и все. Фокс нормальный, я к нему испытываю даже уважение, вот, к этому. Ну, разумеется, после родов максимайз. Я думаю, не только уважение начинаешь испугать. не хочешь, кстати, стать фолловером Фокса? Нет, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Фокс, я... А фолловеры могут иметь фолловеров? Фолловер нет, а когорт да. Когорту можно взять лидершип. и взять ему когорт. И потом прокачаться. Единственное, что они будут все больше и больше отставать. Ну, это понятно. так, что они будут. что они будут. Так. Ладно. Батт, ведем дальше, мы будем музыку. Не, я еще то же самое, я... то есть, Фокс, он... К музыке относится возвышенно, то есть он не поет про... Мы сыграем что-нибудь? Возвышенное, возвышенное. Про любовь уже чисто. И тоже закончившуюся смертью всех. И трижды он был, и ты трижды отомщен. Знаешь, как Мэлл и Джульетта. Я была в двух подростках, закончила с шестью другую. Все. Девочки, наверное, уже совсем в слезах. А Ромео! А че не в слезах? Он же уже закончил. Должны мы уже были проплакаться и мясо нам принести. Так уже дай ел порцию. Он начал говорить, ну... Про новую Джульетта, мясо. Его звали... Ромеро и Джульетта. Ромеро и Джульетта. Ромеро и Джульетта. С домигадом и так далее. Сидят в кабаке. Ну да. Отдыхают. Почему они должны быть добрыми? Они не могут быть добрыми! Самый добрый чувак, упавший на войну, стрелявший там из автомата и убивавших людей. Он добрый. Он не может быть добрый. Даже врач не может быть добрый нормально. Послушайте юмор врачей. Да ладно, мы недавно общались с домигадом. Понимаешь, мы приходим в таверну, там какой-то чувак напевает какие-то похабные песни. Принесите нам мясо, господь, боже мой. В общем, ладно, у вас покормили песни, он напевал до конца вечера. Надо удивляться просто. После всего этого. Поболтал бы с удовольствием с Пикси, как сценится единственное творчество. Творчество? Конечно. Ему ещё каких-нибудь попсовых баек подкинет. Он может пить чего угодно. Хочешь попсовый, хочешь возвышенный. Зреть выгрозил. Чаще всего там все будут умирать. Зовут его, естественно, Лютик. Разумеется. Ты уже поиграл в нового Ведьмака? Нет. Я в принципе люблю Лютика. Это желание, гештальт так работает. Сразу поиграем Лютиком. Такс. И потом вы это добавляете, правильно? Ну да. Поедем, надо проспать. Можем зайти за угол и оптик. Не спорс. В комнате скрывать себе будет теперь. В комнате скрывать себе не сделаем. Это паранойя. Что? 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 Мы привыкли к тому, что мы везде на войне. Да. В самом деле, любой уважающий себя маг получает доступ к возможности находиться не там. Не вот здесь. В безопасности. Относительно на это ничего не тратя, он начинает этой возможностью пользоваться. Любая партия, в которой есть маг, который это может. Если там в партии нет особых каких-то этих самых, как у нас постоянно с персонажами Никиты. Его туда просто не брали, потому что страшно. Вот смотри, когда я стал достаточно пафосным. Вдруг он просто возьмет и, не знаю, у него палочка диспейл залезет там и на веревку. Вот внутрь веревку затянули, все спят ночью спокойно отдыхают. Ахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахах. Весело. Вот смотри, когда я стал достаточно пафосным, я буду кастовать не Роуптрик, а Мордекайненс Магнифишинт Мэш. Величественное Поместье Мордык Представляешь, если бы в партии был какой-нибудь реальный Хафлинг-говнюк Залазит тебе в этот самый Поуч С ингредиентами для заклинаний И заменяет Гуана летучей мыши на шоколад Или на что-нибудь другое Достаешь такой самый естественный момент Фаербол Где фаербол? Нет, скорее всего там было бы такое Бля, где это гребанное гуано? Что тут делать гребанное шоколад? Где это гуано? Нет, так оно у тебя, наверное Я не думаю, что у тебя там просто кусками лежит Гуано Скорее всего там определенного цвета бумажечка какая-нибудь И стеклянная такая колбочка Ты ее достаешь, так раз, достаешь вот этот кусок Понюхал, попробовал Ну, говно Не работает Вроде гуано, а не работает В общем, вы кретесь Дальше Или телепортируетесь Я не поняла Ваш клан Насмака за это Спим Я думаю, после покупки родов Максимайз Он только телепортацией не будет передвигаться Я могу телепортировать вас куда-то А, ты же большой, извини Больших не можешь? Могу, но не за два считается Что? Они за два считаются Ну да Господи То есть за один раз Один, два, три, четыре Могу, по-моему, только еще с четырех Ахан, подожди Господи Может быть я и всех могу Без помощи Ну, учитывая, что Пикси это практически ноль по весу Нет К сожалению, маленький существует Смол и мы идем вот тут Да Жаль, что нельзя суммировать двух смолов Да, чтобы два смола шлить заодно Вообще А если положить Пикси в сумку? Ей даже хватит воздуха на десять минут У меня еще есть это Сумка для фамильяра О, да Туда затолкать Которому фамильяр может жить Притвориться фамильяном Существо на Одно существо на три кастер-левел Дополнительно Ну, то есть То есть либо Пикси, либо Ты трех мог Да, я трех мог В общем, вы пройдетесь пешком Не, я могу, например, у вас двоих взять А Пикси в невидимости даете Мы можем делать все очень просто Извините Адрес расскажи В такси не хватило места Что? У вас еще Хекс висит А, да Тоже далеко Картина такая Вестерна Такая Натянутая Перекладина Висит Хекс Такой болтается Сверху морода сидит Точно добрый Да, Хекс еще с другом Со своим А друг, он сказал Пшик Друга нет Он такой друг Хекс не согласен Не, ну ладно Дойдем пешком уже Телепортацию использовать Среди того, чтобы пройти 100 метров И сколько там уже Как-то слишком Я не вижу никаких проблем Я не вижу никаких проблем Я не вижу никаких проблем Где это было? Подожди, мы по городу Передвигаемся пешком Идем пешком А Стоп Стоп По какому городу пешком? Передвигаемся пешком Передвигаемся пешком Ну я не знаю Он так слишком воспринял Ну в смысле Ставерный пойти переночевать пешком А вы говорите Телепортироваться Да То есть у мага стоит Так у нее Потому что я могу Перстни на пальцах И ротов максимально Так, где там дом мага? Телепорт А ты фикси сама Маг начнет тебя обожать Честно Реально начнет Не Чтобы телепортироваться В дом мага А Сейчас Такие панузные понты Надо делать В больших городах Там, где люди поймут И оценят А так вот Деемник Ой, барин совсем С глузду съехал Наши люди У булочную Телепортом Не ездят Не помните, где вы напустите? Вот тут Где там? В маркамбере Я тебе сразу скажу Я посчитал, что До Baldur's Gate Я могу телепортироваться Ну Так Свободно На носятом уровне Так точно В общем И потом Из Baldur's Gate Вот вроде Получается Классный Треугольничек Как ты любишь магию? Маг? Одно слово Замечательно Ну так че, может пойдем Что ли На конюшню сходим? Какая за счет тебе конюшня Ну он послушал песни Про медведей Синовалы Решил сказать Схожу-ка я на конюшню Лошадных возьмем Поедем куда-нибудь У меня Боже мой Что с тобой Так У меня Три заклинания Пятого уровня Значит я могу За один день Всех перетащить В Baldur's Gate И потом за один день Всех перетащить Да Об этом и речь Поэтому я не понял Какого твоих расследений Раньше Было только два А Ну На девятом районе Было только два Теперь все понял Ты коварен Ты могущественен Ты неподорожаем Неподорожаем Наравне с Отердипом Невервинтером И Сильвермуном Это очень большой город Не знаю У меня такая Грустная картина Тут такие Калики Перехожие Альдины такие В костюмах оранжевых Такие бритые Лысые Здравствуйте А у вас тут Парство приключенцев Не проходило Моя пища Они очень Навредили Тею Знаешь что такое Тей Тейцы они довольно Как бы во всем фейеру Не догадываются Что такое Тей Они шахтают По всему миру Открывать свои Не очень специфические Кришнаиты Тей тяжелапочки Что? Тей тяжелапочки Не так безусловно Вы хотите поговорить о Тей? На самом деле Вы знали Что все неправильно Произносят название Нашей великой Могущественной державы Все говорят Тейцы А мы не тейцы Трейцы Ну у вас Что вы хотите В Балдурс Гейпе? Переночевать Покупать Переночевать Потом в Балдурс Гейпе Можно купить Я предлагаю Не срываться сразу А дождаться Утердипа Понятно что про Утердип речь В Балдурс Гейпе мы наверное просто отдохнем. Смотри, одним телепортом я перетаскиваю туда двух людей, одного из них, обратно телепортирую себе пять оставшихся. Мне кажется, он получает этого неимоверно. Он чувствует необходимость себя для партии. Возможно, в партии добраться до полтора с Гейтса. Он обычно и так необходим, вроде. Что? Фамилия Гейтса. Ну, у него бывает сложно. Особенно после Интертарк. Он ночью просыпается и говорит, аааа, мальчик миссия, он не работает. Мы уже привыкли. Фокс подходит, промакивает голову, подносит спеллбук, кладет руку мага на спеллбук, погладывает. Нужно те старые спеллбуки убрать из заметок. В первую минутку. Он уже в полторские пенетисы на пафосы переключаются, да? Точно не единственные. Да. Ладно. Не, ну, может так получиться, что на данный момент мы самые высокоуровневые и самые пафосы. Вам безумно повезло. Потому что безумные и неимоверные. Когда бог наигрывал что-нибудь в таверне, высокая и возвышенная шаруапочка хотят. Вот вам, как я это делал. Да нет, на самом деле, как это помягче будет? Славные битвы про дворфов. Про драконов и их приключения. С медведями на сеновале? Да. А как же высокие возвышенные? Что за попса? Это юмер. Юмер. Как бы это помягче-то выразиться. Ну, подойти к Барду сказать, ты так классно играл, я унижен твоей игрой. Это было бы неправильно со стороны Барда, правильно? Тем более со стороны Гнома. Правильно? Просто нелогично. Мелкие. Клодные. Еще и в попсу скатились. Ужас. Да нет, на самом деле приключения драконов вовсе не те, которые вы подминили. Это вовсе не те, после которых появляются маленькие полудраконы. Это только глупые селяне считают, что так появляются полудраконы. Вот. А он объясняет, как не появляется на самом деле? Нет. Эту тайну Богомута я не расскажу никому. Богомут тебя благодарен. В общем, в итоге... На шепотах за тысячу золотых я расскажу, что можно помедитировать и услышать зов Богомута. И если человек будет готов признать Богомута самостоятельного спасителя, можно отправиться в большой храм спасителя. И за маленькую мзду, которая необходима на ингредиенты и так далее, пройти ритуал и стать драгонборном. Богомута. Да, спасителя. Но эту информацию продают только за деньги. Вовсе. В конце концов, если у нас полудраки хоть одну была до вас, а не только приключения драгонов. Про Арха. Ощупалась. Ну, я по-моему уже говорил, что репертуар Фокса обычно достаточно узок. Он поет несколько песен для привлечения внимания. А потом воспевает Арха как своего спасителя. Сомнительного вида мужичок. Сомнительного вида мужичок. Он с очень честными глазками. Такой несчастный. Давай ему выколем глаза и просто убьем. Зачем? Ну, единственное, что в нем хорошее, это честные глаза. Понимаешь, он должен быть сломительным. Он вот такой... Как если бы его последние дня два просто шпыняли, шпыняли, шпыняли туда-сюда-обратно. И он уже и замученный. И убить этого кого угодно. Просто чтобы его оставили в покое. Сейчас мы его заложим, шпынем. И подходит добрый жрец Латанта. Ты че на? Где семки? Ты как к Коцу подошел, отрок. И бум, пальцы. Предварительно после выступления Фокса Ген в паре золотых планеток. Естественно, за талант. Интересуется так ненавязчиво, поет ли он какие-то баллады. О древних героях или о каком-то кого он знает лично? И так, и так. А про кого был последний баллад? Про маленького глупого Стелл Скейла? Спасибо. Ну, последний, наверное, был о могучем воине, который в составе компании своих друзей героически победил, не знаю, кого мы победили. Чудовик. И врагов. В общем, кого он только не победил. Папу снова дейского рыцаря смерти. О, одолел этого божественного... Как ему было? Нет, пожалуйста, не-не-не. Папу снова дейского рыцаря смерти. Не-не-не. Фраг этого демигада Фокс не отдаст никому. В общем, его интересуются, где можно найти этих приключенцев, пообщаться... О чем? О их прямой работе. Так бизнес не делается. О чем вы хотите с ними пообщаться? То есть их два. Иvertoчый. В общем, был очень этоinate тигрыш. Все, если вдруг поступать по факту сказал... А!